Друзья, приветствую вас! Вы смотрите канал Политека. Благодарны вам за то, что вы вместе с нами сегодня, за то, что смотрите и поддерживаете этот канал. Не забывайте под этим видео написать ваш вопрос, либо же комментарий, поставить лайк и, конечно же, жить здорово. Это самое главное, я думаю, в нынешних условиях. Иметь хорошее чувство юмора, хорошее настроение и, конечно же, анализировать вместе с нашими экспертами то, что происходит в мире и что следует за этим. Сегодня в этом будет помогать нам наш уважаемый эксперт Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Рад вас видеть, спасибо большое, что присоединяетесь к нашему эфиру. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу нашим зрителям напомнить, не забывайте, у Дмитрия есть свой YouTube-канал, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Дмитрий, начнем с вами с такого, как там говорят, есть конкурсы, ледоколы, да, вот у нас будет вопрос такой, ледокол. На Евровидении хорватская группа ЛЭД-3 исполнила песню о маленьком подлом психопате. Нью-Йорк Таймс опубликовал статью Фридмана под заглавием «Владимир Путин – самый опасный дурак в мире». И Пригожин, мы помним, недавно он пытался проявить такой свой манифест с дедушкой, который может оказаться мудаком, но потом, конечно, дал заднюю, но как бы, если докупы, как говорят, все собрать. Итак, по вашему мнению, мейнстрим все чаще и все громче сейчас звучит, и одними такими заявлениями социологов про любовь и преданность народа к Путину уже больше никто не доверяет. И в реальности все уже иначе, и Путин всех достал? Ну, разделим все-таки. Значит, если мы все-таки пойдем по мейнстрим, который есть за рубежом, то я сильно сомневаюсь, что отношение к Владимиру Путину, за исключением, но есть группа людей, то есть тут тоже не надо сбрасывать со счетов, потому что мы их периодически видим, они рядятся как в российские, так и в украинские флаги, которые поддерживают Владимира Путина. Такое происходит, и мы это видим с различными эксцессами, с демонстрациями и же с ними. Поскольку, в общем, во всем мире есть общая такая позиция, что каждый имеет право высказывать свое мнение, в том числе и мнение на за, как говорится, даже самые какие-то нелицеприятные вещи. Ну, вот, собственно говоря, достаточно долгие скандалы Шарли и Бдо, когда, в общем-то, мусульмане очень негативно реагируют на те, соответственно, карикатуры, которые идут на пророка Мухаммеда. Это их право, в том числе это и право Шарли и Бдо публиковать или не публиковать подобного рода карикатуру. Это первая часть. Поэтому все, что касается мира, я бы сказал бы, что, в общем, мир имеет право высказывать любое абсолютно отношение. Тут у меня, конечно, ну, вы знаете, я всегда такой жесткий прагматик, и поэтому для меня вот эти всплески, они носят характер. Ну, каждый высказывает все, что угодно. Вопрос, какие деньги, куда гоняются. Потому что, если мы дальше с вами пойдем по тому, кто приезжает в конечном итоге на Парад Победы, и как там качаются деньги через газотранспортную систему Украин, то тут, надо сказать, картинка начинает смещаться из черно-белой в пиксельную. И не так радует. Поэтому я к этому отношусь весьма философски. Касами Евгения Пригожина, у меня не было, ну, то бишь, поскольку я внимательно наблюдаю за всеми его, скажем так, выступлениями, первое я хочу, ну, поскольку зритель нашего все-таки канала с вами люди в адеквате, они просто любят посмотреть, как это, и поэмоционировать, я всегда говорю и немножко охлаждаю горячую голову, говорю, что никогда не думайте, что Евгений Пригожин был хоть раз там в каком-то там панике, истерике, ярости или во всем остальном. Я рекомендую внимательно наблюдать не за тем, как двигаются его, так скажем, ротовые мышцы, а внимательно смотреть за глазами. Потому что как-то есть фраза очень верная «глаза, зеркало, души». И вот если вы посмотрите на мелкие мимические мышцы, как говорится, как человек смотрит в камеру, куда перемещается его взгляд, то даже вот в тех видео, где он там якобы эмоционально матерится, ну, это такая не очень хорошая актерская игра. Поэтому, когда господин Пригожин говорил о дедушке, у меня не было ни малейшего сомнения, что это не проб Путина. Кстати, по поводу дедушки, поскольку зрители все-таки украинцы не должны этого отлавливать, но тем не менее. Значит, дедом мы называли первого президента России, то бишь Бориса Николаевича Ельцин. Причем фраза «дед» к нему прикрепилась исключительно на последних годах его правления. И поскольку Владимира Путина называют в кругах близких к, соответственно, политической тусовке начальникам, фразу «дед» крайне редко, но она стала появляться тоже последние годы 3-4. То есть, его начали именовать тоже как «дед». Но все равно, если брать в весовых характеристиках, дедом его называют крайне редко, все-таки в основном его называют начальником. Поэтому, достал ли Владимира Путина, а здесь это никого особо не волнует, в первую очередь, Владимира Путина. Потому что это все-таки феодальная система управления. И за задачи феодала, как в старом еврейском анекдоте, за моей спиной вы-таки можете меня даже слегка бить. Если вы не можете ничего сделать физически, а большая часть элит, даже тех, кого можно условно отнести к элитам, не в состоянии предпринять хоть какие-то действия, то, в общем, ему, Владимиру Путину, все эти как-то рейтинги, он их нарисует, какие ему будут нужны. Дмитрий, ну вот кратко, было записанное видео от жителей поселка Красное, что Белгородской области, такое челобитное видео Евгению Пригожину. Они просят его спасения, так как оказались в зоне боевых действий. Такое складывается впечатление, что на фоне тотальной серости, убогости и российского руководства, и народа, вот всех звеньй и всех уровней, включая высших, любой, который поднимается хотя бы на сантиметр над этой мертвичиной, воспринимается людьми как с такой не скрывающейся надеждой, ну может хоть у этого что-нибудь получится. Ну, в целом, да, поле акторов игры выжжено, ну то есть инструментарий не много у кого есть, и поэтому люди готовы писать челобитные хоть Джо Байдену, хоть Джо Пэши, хоть там любым, хоть Киану Ривзу, хоть кому. Поэтому им бы лишь как-то была решена их задача, потому что для них это же задача выживания, но поскольку, подчеркиваю и повторюсь, что это феодальная система, у феодалов все равно, сдохнет еще некое количество там холопов-крестьян или останутся как бы на плату плаву, поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. Так что читаем историю, смотрим, как вели себя крестьяне, у которых не было ни оружия, ни прав на принятие каких-то решений. Так что печальна судьба этих людей. Ну а, кстати, по поводу надежды. Я нашел информацию, что у россиян выросли продажи лотерейных билетов аж на 34%. Средний чек теперь составляет 155 рублей. Это следует из данных, которые РБК представил аналитический ресурс CheckIndex с компанией платформ ОВД. Это же говорит о том, что россияне видят больше возможности выиграть деньги, нежели их заработать таким честным путем. Мы помним, конечно же, что с математической точки зрения шансы на выигрыш в лотерею крайне малы, но это свидетельствует о том экономическом пессимизме во всей стране. Ну, если мы посмотрим, вообще в целом, где лотерейки начинают как-то штормить, это, как правило, показывает высокую степень расслоения. То есть высочайшая степень расслоения. Самые большие как раз продажи лотереек, это как раз страны по Латинской Америке, где разделение между богатыми и бедными настолько высоко, что, в общем, они играют в лотерейки больше и больше. Плюс ко всему еще все упирается в продажу дешевых легальных наркотиков, в кавычки я поставлю, то есть продажу сахара. То есть продается огромное количество всякой гадости, типа «Карамелика» и «Ежесним», а еще в одной части это продажа женской помады и туши. Но при этом, я так понимаю, что экономический пессимизм мы видим на всех уровнях, потому что недавняя информация о том, что генеральный прокурор США одобрил первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, сообщает об этом Reuters. Речь идет о средствах подстанционного российского олигарха Константина Малафеева. Ранее мы слышали такие версии о том, что это невозможно сделать, это не выйдет и так далее. Но вот, как говорят, уже первый результат мы видим. Ну, здесь все-таки надо разделить. Когда речь идет о том, возможно или невозможно, государственные активы как были, так и остались невозможны. А в данном случае это частные активы. Частные активы, которые были арестованы, это возможно. Другое дело, что объем этих активов не столь велик. То бишь здесь надо просто разделять эти новости. И как-то арест и реализация частных активов технически возможно. Государственные активы, самые большие, которые там больше 300 с лишним миллиардов, как был, так и осталось. Факт их существования по какому-то и возможности их изъятия. С каждым днем все становится меньше и меньше. Попытки, соответственно, частных активов, да. Другое дело, как говорится, к чему это приведет. Потому что там Константин Малафеев хотя бы, ну, его можно отмаркировать там, как условно недружественное. Но это означает, что вообще все частные активы будут не защищены. Ну, с другой стороны, мы же понимаем, что под Малафеев, он тогда есть опленные, я в данный момент говорю как раз под, они оплодили влияние. И после такого принятого решения это влияние перестает быть? Нет, это никак не влияет. Малафеев очень важная часть структуры в целом власти. Поэтому нет. Ну, просто он, у него, как и у любого крупного бизнесмена, были активы в России. И часть активов он там либо хранил, либо, соответственно, использовал, либо пытался там, соответственно, делать какой-то бизнес за рубежом. Соответственно, у него малое количество даже крупного крупника имеет бизнес за рубежом. В основном это активы, ну, назовем это так, в основном это пассивы. И в данном случае, если мы говорим конкретно о Константине Малафееве, это некачественная работа, в том числе и фэмили офиса, которая не озаботилась, ну, я не исключаю, что это было и его прямое указание. Ну, вот, не озаботились о, в том числе, сокрытии конечного бенефицара. Потому что большая часть активов, это относится практически к... Относится не только к россиянам, это относится ко всему миру, таким образом не оформляется. Это относится и к украинцам, у кого есть активы, потому что я знаю несколько людей, которые, в общем, относятся к политической элите украинцев, которые, ну, более корректно оформлены. А есть те, кто попали под вот этот батальон Монако. Ну, я просто вспоминаю, как деятельность фонда Малафеева в ДНР и ЛНР и украинский, да, в международном уровне, будьте здоровы. Точно, значит, правильно. То и на международном уровне расценивали не иначе, как пособничество террористам и финансирование, мы помним эти заявления. Но в то же время, я так понимаю, есть какое-то напряжение в Российской Федерации по поводу этих всех подвижек, поскольку Минфин поддержал вброшенную госбанкиром Костиным идею о второй волне приватизации. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но сперва нужно прощупать рынок. Кто из элит на что претендует и сколько готов заплатить? Будет бюджет, ну или посредником? Пока что сама идея о приватизации вбрасывается, я так понимаю, довольно осторожно, но действительно эти оговорки, они позволяют прощупать почву и понимать, какой будет дальнейший передел. Ну, дальнейший передел, вне зависимости от того, что будет, он будет, это как-то в данном случае то, что в России называется СВО, всего лишь как-то хорошая ширма. А то, что передел будет, другое дело, что под приватизацией не так много осталось, чего возможно в так называемом псевдогосударственном владении перевести в так называемые частные активы. Здесь куда более важным может оказаться, это разборки между кланами. Вот это куда более опасная вещь, с учетом того, что я в прошлом году сказал, что в советы директоров могут начать вводить героев СВО, а они люди разные. И плюс ко всему создание еще частных военных компаний при финансово-промышленных группах, это как-то следующая итерация. Потому что если раньше у всех приличных компаний был свой собственный ЧОП, когда сейчас будет ЧВК, то это поднятие уровня вооружения, как говорится, на несколько порядков. Ну, то есть элиты сейчас понимают, что окно возможностей узкое и пытаются затянуть в это узкое окно более широкое. Ну, скажем так. Они просто пытаются расширить. Просто элиты меняются. Потому что элиты меняются именно как раз на новые элиты. Им нужно, хочется кушать. Они же не только хотят воевать с Украиной, но они хотят, мы маленькие дети, нам хочется гулять. Да, я недавно видел в сети, как продолжают ездить по Москве, если не ошибаюсь, машины с надписями вот это вот на Вашингтон. Да, я просто прочитал комментарии, один очень точно написал, говорит, интересно, они хотя бы до окраины Москвы могут доехать эти машины? Слушайте, я всегда схожу в очень далекие, там, в конец 80-х, когда еще Союз не распался, мы были посредниками в СССР тогда еще, выдавали паспорта гражданина мира. Он полограниченного действия, то есть там можно было поехать в несколько стран, но ключом был вопрос выехать из СССР, а по нескольким странам можно было переезжать. А поскольку тогда электронной почты не было, и почта была бумажная, количество писем, которое приходило, это бы я измеряли мешками. То я могу сказать, что 90% писем, это письма про то, что сосед облучает меня синими лучами и читает мои мысли. Поэтому я частенько говорю, что психиатрия в большом долгу перед обществом. Поэтому нельзя это воспринимать. Точно так же, как в Америке, многие удивляются, не понимают, откуда огромное количество бездомных. А на самом деле все вещь чисто технологическая. В свое время была отменена, как раз из медицинских страховок была исключена первичная психиатрическая помощь. И огромное количество людей было, в общем, осталось без помощи. И поэтому они, в общем, ведут асоциальный образ жизни. А общество, как говорится, сказал, ну, это их выбор. А там огромное количество именно, в первую очередь, ну, больных, которые, людей, которые нуждаются именно в первичной, как минимум, психиатрической помощи. Потому что они не психи в классическом смысле, который человек воспринимает, что они там убьют кого-то. Но они ведут асоциальное поведение. И для того, чтобы их встроить в общество, они нуждаются в длительной работе с психиатром. Просто многие от этой темы отбрыкиваются и не понимают. Поэтому, как человек, отработавший два года в психиатричке, я могу сказать, ну, и такое случается. Я всегда в этом случае зрительно, как это, надеваю белый халат, беру стетоскоп и говорю, ну, кто у нас сегодня? Кто у нас сегодня приполз? Змейка? Ну, давай. Ну, о диагнозах напоследок с вами тоже поговорим кратенько. Я помню ваше коронное высказывание. Палата номер 6. В то время, когда в Российской Федерации праздновали День Победы, появилась информация, что Вашингтон передал президенту Кипра досье на 800 страниц. С подробным описанием, как местные и юридические лица обходили санкции, чтобы обеспечить привычную жизнь Алишера Бархановичу. К примеру, через такие кампании Усманов управлял поместьем эпохи Тюдоров в английской имградстве. Ну, и много всего. И по информации США пообещали отдать Кипру еще два досье. И, скорее всего, это только начало. Абрамовичам и Усмановым дело не ограничится, поскольку Кипр с начала 90-х ответственные олигархи используют для ухода от налогов и вывода активов из Российской Федерации. Ну, последняя эта информация не нова, но по поводу 800 страниц и еще плюс потом два досье, что это по-вашему? Взялись по полной со стороны США или все-таки, как мы ранее говорили, в Российской Федерации папочки есть на всех, вот они и пошли в дело? Папочки есть на всех. Не то, чтобы они пошли в дело, но в данном случае все-таки Алишер Бурханович стал гражданином Узбекистана. И в данном случае этот удар даже не по России получается, а по Узбекистану, потому что он очень уважаемый человек в Узбекской, соответственно, в Узбекистане. Вот, по то, что Кипр давно уже не является какой-нибудь тихой гаванью, он не является гаванью тихой, чтобы не соврать с, ну, наверное, года 2005-го. В целом использование Кипра для каких-либо там офшорных операций, я могу сказать, что я уже не рекомендую с 2005-го года как минимум, потому что это самое глупое, что может быть. А то, что делают Соединенные Штаты, они просто как-то, это война компроматов. Потому что у Соединенных Штатов, напомню, на территории самих штатов есть штат Долавар, в котором замечательные, в общем-то, ныкаются офшорные компании, и их самое большое количество регистраций по прошлому году, это было из России. Поэтому мир не черно-бел, и кто не на чьей стороне, и папочки есть на всех, и вот это вот, как это вот, кручу-верчу, запутать хочу. Ну, вот, Штаты решили поддавить Кипр. Штаты поддавить, конечно, некому в этом смысле. И поэтому это, по факту, они, в общем, делают плохо для условного Кипра, но делают хорошо для себя. Потому что, что будут делать люди, которые там начинают, их на кого начинают палить? Они перемещаются в Карибский бассейн. Собственно говоря, как раз-то с 2005 года фактически все рекомендации по там Family Office, я говорил о том, что даже BVI, то есть Британские и Бердинские острова, не являются защитой. Это тоже есть в публичных моих выступлениях. Не являются, в общем-то, надежной защитой для ваших активов. Если вы хотите хоть сколь-нибудь обезопаситься, то смотрите о Сейшелах. А если более-менее схема исключительно инвестиционная, то надо смотреть на Нидерланды. Нидерланды не являются офшором, но Нидерланды являются очень хорошей юрисдикцией, которая позволяет жить по британскому праву и привлекать денежные средства. Но это тема отдельной передачи. И думаю, что мне для массового зрителя, которому эта вся история неинтересна, ему лишь бы позубоскалить и сказать, что ага, вот оказывается кто-то там чего-то скрывает. Я вам открою тайну. В целом три вещи 3D вы никому не должны показывать. Ни при каких обстоятельствах. Деньги, дети и дом. Это свойство вообще нормального. То есть, так же, как и голую задницу свою никому показывать не надо, вне зависимости от того, что вы ее показываете только проктологу. Это не означает, что эти деньги криминальные, плохие или еще что-то. Но экономия на налогах, экономия на судебных издержках в той юрисдикции, в которой вам неудобно, это норма. Я понимаю, что для большинства наших зрителей это, в общем, вещи не актуальны и максимум, на что они способны, это позубоскалить. Ага. Поэтому у Алишер Бурхановича все будет хорошо, но работа, опять-таки, с Кипром имела смысл только в одном случае. Тут произошла смесь, косяк фамилии офиса. Там можно было получить золотой кипрский паспорт, но обычно даже очень богатые люди, они как-то расслабляются. Получил вроде паспорт, а давайте я здесь там недвижку зарегистрирую и там яхту свою поставлю на учет, ну и так далее. А это, надо сказать, фатальная ошибка. Не надо класть все яйца в одну корзину. Получил золотой паспорт, замечательно. А вот яхточку лучше где-нибудь на Карибах как раз регистрировать. Дмитрий, не будет ли этой фатальной ошибкой еще одно решение, если оно таким будет? Как-то очень неожиданно, резко прозвучало заявление через СНН о том, что США изучают возможность ограниченного ослабления санкций против Российской Федерации в рамках обмена с заключенными. То есть уже пошли разговорщики о том, что, ребята, ну как бы вот тут надо, вы же понимаете, это цена жизни, заключенные. Давайте мы и санкции ослабим. Я правильно понимаю? Правильно. И заключенные, которые в Российской Федерации, все это что? Консервы. То есть чем более статусный заключенный, чем больше у него срок, тем он дороже стоит на весах обмена, когда ты будешь, например, спалиться какие-нибудь твои агенты в Вашингтоне. Сори, я понимаю, что нашим зрителям зачастую очень хотелось бы вот видеть мир черно-белый, что вот это хорошие, это плохие, а когда как это в каждом хорошем есть что-то плохое, в каждом плохом есть что-то хорошее, это немножко сложно. Но инфантилизм, сорян, просто не на нашей программе и не ко мне. Есть эксперты, которые вам будут давать однозначные оценки, и вам будет с ними тепло, легко, и вам не надо будет писать какой-нибудь дурацкий комментарий, что Потапенко и нашим, и вашим, и поем, и пляжем. Нет, други мои, Потапенко просто, к сожалению, вам показывает всю картину, а нашим он или вашим, это уже вам решать, как говорится. Есть черное, есть белое, а есть политика. К сожалению, к сожалению, да, и поэтому то, о чем вы говорите, да, ну это вопрос просто меновой торговли. К сожалению, я всегда говорю, что торговец с шаурмой в моей картине мира куда более честный торговец, чем любой политик. Потому что даже когда я прихожу и там шаурма, соответственно, там с просроченным мясом, это мое решение, купить, не купить. Я ногами и рублем честно за это голосую. Мне не нужен там регулятор. А вот политики, сегодня он называет, соответственно, как-то Украину другом, а завтра как-то качает на другую сторону в вооружение. Но при этом называя Украину другом. Да на раз в два. Просто, Дмитрий, вот в контексте США еще одну новость. Я хочу, чтобы потом еще детальнее это все обсудили. США поддержат решение сторон зерновой сделки, если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений, заявил представитель госдепартамента Джим О'Брайн. Скажем так, зерновая сделка с запахом аммиака, и об этом уже говорят не вот вчера буквально, а долгое время. И, конечно же, звучали эти заявления все чаще и больше с российской стороны. Что это? США пошли на поводку у Российской Федерации? Согласно на их условия или как? Да, все, что касается удобрений, как белорусских, так и российских, выкинуть их с рынка невозможно. Это точно так же, как и с нефтью. 30% нефтика заместить невозможно, как бы кому-то не хотелось. Это не наращивается вот так. Нет такого количества месторождений. Поэтому, если возникнет проблема с удобрениями, то это в этом году будет, в Африке будет голод. Это просто надо понимать, что это несколько миллионов, попросту говоря, умрет и все. На этом все закончится. Поэтому мир не черно-белый. Это не то, что, ну, это было понятно, что это будет один из рычагов давления. Россия, к сожалению или к счастью, да кому как, является огромной экономикой. И несмотря на то, что она сжимается, по ней наносятся удары, все это существенная правда, но она включена в мировое разделение труда. Была, есть и будет. И это не заменяется. И это просто надо объективно понимать и просто принимать эту картину и понимать, как с ней работать. Так что, что Штаты понимают, что им придется отпахивать, в противном случае, с зерном и с Африкой. А Европе больше всего придется отпахивать с Африкой. Беженцы попрутся, куда вы? В Европу. Но, кстати, есть версия о том, что сделка может быть продлена на 60 дней. Но Россия может согласиться на это в последний раз. Об этом сообщил российскому информагентству ТАСС, источник, знакомый с переговорным процессом позерного сделки. Решение о пролонгации по традиции может объявить президент Турции Таип Эрдоган после телефонов разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал собеседник. Не исключив, что он состоится уже буквально на днях. При этом он назвал возможность продления сделки жестом России в надежде, что ее требования, закрепленные в Стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены. То есть мы снова возвращаемся. Россия может выставить свой ультиматум, если так, по этим словам. Мы это делаем в последний раз, ребята. Ну вот давайте наши интересы учитывать. И как помним эти пять пунктов, если не ошибаюсь, которые Российская Федерация до этого уже озвучила. Ну, в целом, да. И самое главное, что здесь выборы, выборы Эрдогана в эти выходные, это очень важный такой момент. Почему, как не покажется неприятным, в общем, победа оппозиции может очень сильно перевернуть, как говорится, эту шахматную партию. Шансов на это, ну, я оцениваю, что второй тур будет, но поскольку я говорил в нескольких программах, что, общаясь не один раз со своим товарищем, а переводчиком Эрдогана, он как раз был на конференции по ритейлу, я тут проводил, а мы налаживаем, соответственно, ну, с турками давно работаем, да, более там 30 лет, даже 40. Вот, он оценивает, что вся оппозиция под контролем Эрдогана. Я к этому, в общем, склонен, скажем честно, несмотря на то, что у них якобы есть между собой какое-то противодействие. Но, поскольку я периодически присутствовал на ряде встреч, там больше игры, чем противодействие. А вы, кстати, по поводу последней игры, я нашим зрителям только поделюсь. Оппонент действующего президента Турции Ржепа Эрдогана на предстоящих выборах, лидер турецкой оппозиции Кемаль Калыч Дароглу потребовал от России держать руки подальше от турецкого государства, если в Кремле рассчитывают на дружбу все-таки с Анкарой. Такое сообщение политик разместил в своем твиттер-аккаунте. Говорит, дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом дипфейк и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. В то же время он заверил, что его политическая сила все еще выступает за сотрудничество и дружбу с Россией. Ну, что же это, Дмитрий, по вашему мнению? Красивая речь перед выборами. Ну, конечно. Но надо же как-то подогреть, что я тут в оппозиции. Ну, я честно скажу, что я думаю, что будет второй тур, но Эрдоган в конечном итоге выиграет. Потому что фундаментально там настолько все завязано на элиты. Посмотрим, конечно. Шансы есть, а вдруг там... Там же вояки очень сильны. Тут ключевой же вопрос то, в чем слабость Эрдогана. Он же передавил... И Эрдогану многие недовольны при этом, при всем. Он передавил огромное количество, так скажем, военных элит. И там вояки могут сыграть. Они какая-то... Не политика, а именно вояки. Вот они могут. Они могут встать в позу, и вот тогда будет... Тогда есть шанс на какую-то условную оппозицию. Другое дело, что эта оппозиция будет делать. Потому что это тот случай, когда не факт, что оппозиция очень хочет выиграть. Такое случается. Кстати, по поводу еще перестановочек, только уже не в контексте выборов, геополитических видоизменений. Была информация о том, что Запад должен взять Индию в Большую Восьмерку и развалить Брикс. Западные страны должны восстановить Большую Восьмерку. Только место, которое ранее занимала Россия, следует отдать Индии. Этот шаг позволит превратить Брикс в ничто и выведет почву из-под ног глобальных амбиций Китая. Пишет об этом The Telegraph. В статье говорится, что между странами Брикс нет ничего общего. С объективной точки зрения некоторые демократические и некоторые нет. Одни производят промышленные товары, другие экспортируют сырье и так далее. Экономической целесообразности организации она не имеет. Тем не менее, Китай сумел превратить Брикс в блок, который считают привлекательным многих государств. Недаром к нему выстроилась очередь желающих вступить в блок. Насколько, по вашему мнению, такой вариант возможен, что Индия, она займет место России и что это даст на геополитической площадке? Ну, скажем так, в Бриксе Индия уже присутствует и поэтому она рассчитывает на то, что она как-то займет место России. Вообще, в целом... Вопрос, я это понимаю, в большой восьмерке. Это понятно, да. Можно ли, соответственно, вот это транспонировать, G7 превратить в G8? В общем, все эти объединения носят, надо сказать, весьма виртуальный характер, потому что ключевой вопрос, кто за что платит и, главное, какую ответственность за это несет. Потому что вот эта координация, она крайне-крайне непроста. Захочет ли это сделать Индия? Ну, теоретически, может. Но можно ли таким образом подвинуть Китай? Маловероятно. Все-таки Индия не конкурент Китаю с точки зрения промышленного производства потенциала, человеческого потенциала. Все-таки Индия менее развита технологически, несмотря на то, что там и население больше. Но я оцениваю это как маловероятно. Плюс ко всему, индийцы все-таки по другой жизни живут. Их философия буддизма, она уж очень сильно разнится с философией конфуцианства и даосизмой. Поэтому это разные вещи, как бы кому ни показалось. В общем, там, тем более, с синтоистами, ну и так далее. Я скажу так же. Это народы, не пересекающиеся. Поэтому рассчитывать на то, что индийцы займут место, маловероятно. Как говорят в Украине, нажаль. А решение Японии? Как вам недавнее заявление о том, что открыть офис по взаимодействию с НАТО? И таким образом главный, как многие говорят, главный военный противник Москвы начинает поджимать Россию уже с противоположного фланга на Дальнем Востоке. Но их задача вообще Японии держать руку на пульсе. Потому что если вдруг произойдет ослабление России, то вернуться к вопросу... Ведь они не вернулись к этому вопросу при развале СССР. То бишь, когда страна разбегалась на страны, у них не будет там следующего шанса вернуться к вопросу, соответственно, Курил. Поэтому они будут держать руку на пульсе, вдруг там что-то выгорит. Посмотрим. Честно говоря, я, поскольку помню, в 90-е, когда Россия была очень сильно ослаблена, и при этом не произошло не то, что развал, а даже попыток отползания, потому что технологически невозможно, как бы кому-то не хотелось, чтобы там Калининград отполз куда-то, соответственно, там Чечня, даже по Чечне бенефицар был один. Это только были там условные там саудиты, как таковые, которые готовы были сделать из Чечни такой форпост по лагерям, военным, подготовке, печати долларов и всего остального. Всегда должен быть бенефицар, который оплатит все издержки. Это иллюзорность, что там, ну, я вот периодически читаю, там, вот Россия распадется. На что она распадется? Татарстан куда выйдет? Он куда трубы прокинет? Ему тут же в его сопредельные государства, которые возникнут, вкрутят такие акцизные пошлины, что Татарстан тут же о своем суверенитете забудет на долгие десятилетия, точнее, на века. Не бывает такого, еще раз говорю. Все, что потенциально возможно, это, так скажем, окраинные территории. А окраинные территории, как правило, очень сильно ослаблены. И они просто физически никому не нужны. Нужны всем доноры, а не перцепиенты. Поэтому получить территорию, которую нужно потом кормить, территории в 21 веке не стоит ничего. Так что так. Дмитрий, я обещал, что в конце нашей программы мы поговорим о диагнозах. Я до высказывания, до того, как процитировать, что вы можете сказать о Бастрыкине? Человек системы, которого поставили очень давно. Напомню, что по разделению Следственного комитета и, соответственно, МВД как такового, это была в том числе, задача была реализована и Бастрыкиным. А дальше уже он просто человек системы, которую как-то на переправе они не меняют. Но когда он говорит, что СК объявит в розыск судей Газского суда, выдавших ордер на арест Путина, это реверанс в сторону Путина? Да, мы обязаны. Это как-то мастхэп. Это не вопрос в том, что это невозможно реализовывать или еще что-то. Грубо говоря, есть некие репаттерны, которые обязан человек при власти демонстрировать. Он обязан херами обкладывать Украину, херами обкладывать Соединенные Штаты, херами обкладывать, соответственно, чиновников Евросоюза. Это бессмысленно искать какую-то смысловую нагрузку. Это как блок лего. Любой чиновник, прежде чем сказать здрасте, должен продемонстрировать. Вот он должен, три хера должен выдать в эфир. Ну хорошо, я во второй назову. Бастрыкин заявил, что сначала на войну нужно отправить мигрантов, дабы они показали, что достойно российского гражданства. Правильно я понимаю? То есть выжил на тебе паспорт российский, не выжил, не достоин. Ну, такие посылы у нас периодически есть. Потому что мигрантов у нас порядка 6 миллионов. Их, если даже брать по улицам, происходит превалирование над коренным населением. И получается даже для власти, которая, в общем-то, феодальная, ее обслуживает. Для них тоже не очень комфортно, когда по факту они остаются среди мигрантов. То бишь происходит убыль естественная, вернее неестественная убыль, титульной нации, и замещается мигрант. Такие идеи тоже периодически в обществе витают. Давайте сначала, прежде чем мигрант получит документы, паспорт, он сначала послужит в вооруженных силах. Есть большая проблема. Служить в вооруженных силах Российской Федерации даже в соответствии, надо Конституцию переделать. Имеют право только граждане Российской Федерации. Это раз. И второе, лица, которые являются иностранцами, должны утратить гражданство той страны. Соответственно, если подобного рода инициатива будет приведена в виде закона, просто произойдет отток мигрантов. То есть фундаментально ничего не поменяется. Сферы обслуживания, примитивного обслуживания, доставка, курьеры, водители и все остальное начнет обезлюдить. Потому что такого количества людей, в России демографическая яма, она была задолго до 24-го числа. Она продолжится вне зависимости от того, как окончится и когда закончится СВО. Эти процессы, все, что касается демографии, запущены десятилетиями назад. Никакого СВО лишь добавляет или убирает. Если брать с точки зрения СВО, то СВО пока что не добавляет, не убавляет фундаментально в эту корзину ничего. Когда-то в свое время была такая популярная группа Green Grey. У них была песня «Эмигрант увидел мир». Я думаю, что с таким высказыванием Бастрыкина эта песня приобретает новых красок. Благодарю вас за участие в нашей программе, за вашу аналитику и за то, что вы всегда присоединяетесь к нашим программам. Ну и нашим зрителям хочу напомнить, что не забывайте, что у Дмитрия есть свой YouTube-канал. Друзья, подписывайтесь, ставьте ваши лайки и, конечно же, пишите ваши вопросы, либо же комментарии. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Дмитрий, вам огромная благодарность еще раз и до новых встреч на нашем канале.